На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии Маргарита Гафарова. Здравствуйте. В Башкортостане появятся фермы, мясокомбинаты и молзавод. Три проекта намерены реализовать инвесторы из Австрии. Предполагаемый объем вложений составит полмиллиарда рублей, сообщает Корпорация развития республики. Инвесторы заинтересовали преференции, которыми он может воспользоваться, а также возможность выбора земельного участка по его требованиям. Корпорации развития закрепили за проектом персонального менеджера, который начал подготовку документов для презентации на заседании инвестчаса. В дальнейшем проект намерены включить в перечень приоритетных. С данным инвестором мы работаем уже долгое время. Мы познакомились с ним еще в бытности работы в другом регионе, в республике Крым. И это не единственный случай, когда партнеры по южному региону уверенно идут с нами для системной работы в Башкортостане. Сейчас ведем переговоры еще по ряду подобных инициатив. Сотрудничество взаимовыгодное для инвестора. Это развитие своего бизнеса с предоставлением преференции и год. А для республики это новые рабочие места, это налоговые поступления и свежие продукты, произведенные из местного сырья. На сегодняшний день в Корпорации развития на сопровождении находятся более 70 проектов с объемом инвестиций 40 миллиардов рублей. Напомню, на предстоящем всероссийском инвестиционном Сабанту из Уралия, который пройдет в августе в Сибае, будут обсуждаться вопросы поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе. А с 1 сентября власти приступят к реализации соответствующей республиканской программы. Прививочная кампания породила новый вид мошенничества. Некоторые жители Башкортостана пытаются получить сертификаты без фактической вакцинации. Такие прецеденты зафиксированы после ужесточения антиковидных мер с 23 июня, сообщили в Минздраве республики. На внутриведомственном совещании об этом информировали руководители поликлиник и ФАПов. Случаи торговли поддельными сертификатами регистрируют и в других регионах страны. Так, по данным различных российских СМИ, липовые справки продают в группах в соцсетях и телеграм-каналах. Их стоимость варьируется от 1,5 до 60 тысяч рублей. Ранее российская газета сообщала о том, что в Москве проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. И уже возбуждено около 24 уголовных дел. Использование заведомо поддельных справок может повлечь уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на полгода, отметили в региональном Минздраве. Наказание у нас предусматривается административное и уголовное. То есть для обоих лиц и тем, кто превышает должностные свои обязательства, и тем, кто непосредственно обращается за справками непосредственно. То есть это будет уже рассматриваться по статье взяточничества. Ну и еще есть, если это посредничество в чем-либо, то есть продажа непосредственно поддельных документов и справок, то это мошенничество в малых размерах. На данный момент в Башкортостане первым компонентом привиты свыше 475 тысяч жителей, завершили вакцинацию более 356 тысяч человек. Власти региона заявили, что в ближайшее время в республику поступит около 100 тысяч доз препаратов. Напомню, с 29 июня сертификат о вакцинации, справку о медотводе, либо ПЦР-тест будут требовать от посетителей не только в музеях, кинотеатрах и библиотеках, но и в заведениях общепита, где 50 и более посадочных мест, а также в салонах красоты, фитнес-центрах, спа-салонах. При этом глава региона Ради Хабиров отметила, что если сохранятся очереди на вакцинацию, введение новых ограничений перенесут на 5 июля. 15 миллионов рублей выделит фонд кино на создание и модернизацию трех кинозалов в Башкортостане. Приказ о результатах очередного отбора заявок о населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек опубликован на сайте организации. Средства получат дома культуры в селах Акьяр Хайбуллинского района, Языково-Благоварского района и Буздяк-Буздякского района республики. Каждому муниципалитету выделят по 5 миллионов рублей. На эти средства кинозалы оснастят современным цифровым оборудованием. Всего поддержку по программе модернизации организации кинопоказа, входящей в нацпроект «Культура», окажут 122 кинозалам из 53 регионов страны на 600 миллионов рублей. В марте фонд «Кино» сообщал, что объем финансирования программы сокращен из-за пандемии 2020 года. И в ближайшие два года на эти цели будет направлено по 900 миллионов рублей вместо заявленного ранее 1 миллиарда. Из Уфы в Баку увеличивается количество прямых авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского авиаузла. В ближайшее время из башкирской столицы в Азербайджан дополнительные прямые рейсы будут выполнять с 5 авиакомпаний. С 30 июня по средам свои самолеты запускает «Урал Аэрлайнс». С 1 июля по вторникам в средам и четвергам из Уфы в Баку будет летать авиакомпания «Азербайджан Хавайо Лары». С 6 июля по вторникам авиакомпания «Ир Аэро». Авиакомпания «Нордвинд» и «Нордстар» также продолжат перелеты из столицы Башкортостана в Баку по средам и пятницам соответственно. Напомню, в конце мая из Уфимского аэропорта открылись прямые рейсы в Минск и Дубай. И в завершении выпуск информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют, американская валюта опустилась на 34 копейки, курс 72 рубля 33 копейки, евро минусует 39 копеек, курс 86.33. Лучшие обменные курсы к этому часу – наиболее выгодный курс покупки доллара в банке «Финам» по 72.12 и продажа доллара в банке «Убрир» по 72.66. Наиболее выгодный курс покупки евро в Айке банке по 86.12 и продажа евро в банке «Финам» по 86.59. На этом у меня все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.